На месте этой многоэтажки по документам должен быть автосалон. Но, видимо, во время строительства аппетиты у коммерсанта выросли. Сначала появился первый этаж, затем второе здание постепенно стало расти. В многоквартирный жилой дом. Конечно, у владельца возникли проблемы с оформлением разрешительной документации. Администрация подала исковое заявление в суд о сносе объекта. Собственник пошел проторенной тропой, признал право собственности по суду и достроил объект. На Анапском шоссе 81 возведено пятиэтажное здание. Неизвестно, по каким нормам и с какими коммуникациями. Ресурсоснабжающие предприятия города могут отключить воду, свет и газ самостроя. На защиту жильцов застройщик не встанет. Как это часто бывает, недобросовестные коммерсанты, получив деньги из-за квартиры, уходят в тень. Новоселы остаются со своими бедами один на один. Покупать жилье в самовольно построенных домах значит сознательно отказываться от комфортной жизни. Без судебных разбирательств и походов по различным инстанциям. Чем произойдется? Где-то обвалиться может, развалиться может. Прежде чем покупать жилье будущим собственникам жилых квадратов, необходимо ознакомиться с перечнем выданных разрешений на строительство. Он есть на официальном сайте администрации. Если дома в нем нет, значит он незаконный. На сайте также опубликован черный список самостроев.